Привет, народ! Добро пожаловать в наши посидевочки! Место, где мы разбираем новости, которые в первую очередь интересны вам. Ну, а во вторую очередь интересны мне. Вы бросаете разные новости, я беру их и ищу в официальных источниках и комментирую. С меня опять копеек, с вас лайки, ну и надеюсь обсуждение в комментариях. Почему во вторую очередь? Прекрасно понимаю, что тот, кто заказывает, тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Все понятно, я просто вам тут, Барт, который пришел с Петей сыграть. Но есть такие новости, которые, ну, просто, ну, не стоит душа для того, чтобы их комментировать. Вот не хочу, не хочу вот разные негативные новости. Вот, по крайней мере, на данное время, пока моя психология не устаканилась, давайте будем про хорошее. Приносите мне какие-нибудь околомедийные новости. Например, вот сегодня я поеду в Кинцо, посмотрю кино, если вам интересно. У меня вот есть другие еще каналы, вот, например, Уголок Твистера. Там я бросаю разные ревьюшки по фильмам, по сериалам. Сегодня поеду смотреть Отряд самоубийств. Вообще, я смотрел самый первый фильм, когда его сделали там с этим, с Уилл Смитом, да. И я даже, даже обзорище такое большое было записывал. Если интересно, вот там вот есть. Вот, честно, не понравился мне первый фильм. По поводу второго, у меня есть большие надежды, но прям не иду с такими ожиданиями, что увижу какой-нибудь шедевр. Но, тем не менее, пойду посмотрю и в машине, потом буду ехать обратно, как всегда, свое первое впечатление расскажу. Так что, если интересно, заходите. Сегодня-то вам такая вот маленькая превьюшка. А если вообще говорить о разных превьюшках и разных фильмах, бросили, вот трейлер вышел по Веному. И тут у нас, знаете, вторая часть Венома на русском языке просто перевели. Веном 2, ну и все, и все, и отворите. В английском языке он называется «И начнется бойня». Мы уже об этом говорили, это имя персонажа, но там станут его переводить, не станут, а ставят ли на английском языке персонажа вообще, вот с которым будет сражаться главный герой, да, он, его зовут, если переводить дословно, бойня. Ну, там, конечно, началось, ой, вон так выглядит, такие карикатурная графика и все. Ребята, смотрите, я, когда иду на какой-то фильм, у меня есть определенный уровень ожидания. Когда ты идешь в театр, например, ты же прекрасно понимаешь, если где-то там за стеной шелестят листом алюминия, все понимают в зале, что это гроза, это вот шторм приближается или еще что-нибудь там, пьяный дядя Вася на рубильнике где-то подергал, все, значит, молния. Ну, нужно принимать. Я прекрасно понимаю, что сегодня у нас день, когда мы привыкли, чтобы у нас технологии, компьютерная графика была такая вот, ну, супер-супер правдоподобная, иначе это нас отвлекает. Смотрите, здесь у нас монстры карикатурные, они такие вот, из чего слепила, из чего там было, из того слепила, и потом это полюбила, и это сожрало кого-то. И нужно вот как-то с этим настроем подходить. Кто-то говорит, совершенно не изменилась графика, вот как в третьем, когда был, третий Спайдермен еще старый, когда там еще Веном был, особо далеко не ушли. Ну, неправда, ребята, ушла графика, ушла, конечно, от этого. Может быть, выглядит карикатурно, но тут будем смотреть, наверное, на игру актеров, будем смотреть на историю. И тут я вообще не понимаю, мы настолько истосковались по кино на большом экране, ну, пускай выходит, ну, пускай выходит. Сейчас, вот помните, мы в прошлом эпизоде начали, я рассказывал про скандал, к которой черная вдова закатила, к ней еще там Эмма Стоун присоединена. Обожаю девчонок, обожаю девчонок, стою на их стороне, потому что у большого толстожопого Микки Мауса у него и так денег дофига и больше, так что, в принципе, они не обедняют. Договор был какой? Девочкам заплатили за то, что они снялись, но еще бонус. Если, вот, допустим, кассовые сборы большие, должны были еще бонусом дать. Ну, там, бонус, извините, это там не на мороженое пломбир пойти насамоктать, а тут, ну, такой бонус, что можно виллу себе где-нибудь купить на каких-нибудь Канарских островах, где вообще никто кепочкой не болеет. Вот, и девочки, конечно, естественно, обиделись, потому что кино вышло не только в кинотеатрах, а еще и на платформах, а им денежку не пересчитали, пересчет не сделали, безобразие. Ну, и, конечно, они там обиделись, и там скандалы, вот это судебные иски сейчас начались. Эмма Стоун сказала, да пошли вы нафиг, я вообще больше в ваших богодельнях сниматься не буду, а я еще Круэллу, кстати, не успел посмотреть. Так что у нас новые времена, новые нравы, новые подходы кинотеатрам. Я пойду буду смотреть вот этого Венома, тем более у меня подписка на целый месяц, сколько хочешь, столько ходи и не смотрю, сколько хочешь, смотри, не хочу, точнее. Как всегда пишу, видите, все одним дублем. Так вот, если будет плохо, я вам прямо из машины так расскажу, когда это кино выйдет, но я жду, я жду, я первый посмотрел, понравилось, я поржал под сухарики и квасок, так это вообще замечательно. Я вообще, видите, боюсь говорить разные слова. У нас, елка-палка, прошлый выпуск забили монетизацию, не пошло, копеечки не было. Работаешь, работаешь, и так тут просмотров, сколько кино, а там еще и копейку отнимают. Но, про хорошее кино, если вы ждете что-то хорошее, совершенно без какой-то дурацкой компьютерной графики, нет, компьютерная графика, между прочим, есть в каждом фильме. Даже вот в фильме про Гуччи, там тоже будет компьютерная графика, только мы ее не заметим. Вот там вот, допустим, задник какой-нибудь или еще что-нибудь добавилось, чтобы было похоже на прошлое, что это несколько, там, несколько десятилетий тому назад. Ребята, если вы не смотрели трейлер, мы, кстати, говорили про выход этого фильма почти что сразу. У нас вообще даже была инсайдерская информация. Нам подписчица была сбросила фотографии, как съемки проходили этого фильма. У нас вообще было эксклюзивище, елка-пала. Так вот, ну, красиво, шикарно. Я посмотрел и Адам Драйвер, и Леди Гага. Я вообще Леди Гагу обожаю, кто-кто знает, это вот, допустим, мы разбирали фильм «Восхождение звезды», там, где она, певица была. It's a shallow shallow low. Вот эта песня, которая у всех тут на слуху была. Смотрите, когда она пришла и снималась «История американских ужасов», «Отель», так много было скептиков, да что это, певичка. Ну, ребята, были случаи, когда певицы перлись на большую сцену, возомнив себя актрисами, и потом получился вздык. Но тут, ну, разнохранное диамантище просто. Она как замечательно отыграла в этом отеле «Вампиршу». Как замечательно сыграла вообще во всех этих вот, где она что не играет, замечательно. И песни ее обожаю тоже, вот это «Па-па-па-покерфейс», «Па-па-покерфейс». Обожаю «Леди Гага», так что я вот ради нее вот готов смотреть. Может, даже еще несколько раз пойду пересмотрю. И фильм делается вообще с заточечкой на «Оскар». Если вдруг вы не обратили внимания, посмотреть на актерский состав, который там. Ну, тут кинематографические кадры. Я даже по трейлеру сидел, у меня уже слюнки побежали. Думаю, какая же это красота, какой это балдеж. И она говорит, диалоги, вот это ее реплика вот здесь. Она говорит, что может быть, я недостаточно высокоморально, но зато я справедлива. И вот этот вот акцент. Особенно, если вы смотрели трейлер на английском языке, как она говорит, с этим вот акцентом. И чай мешает, как наш человек, ложечкой зелинь-зелинь-зелинь. Так что чашечку чуть не разбили, еще можно ложечку обсмоктать. И потом чай с присерпкой, еще бублик можно было под куда-то достать. Вообще, замечательный. Замечательный трейлер. Я посмотрел, порадовался. Адам Драйвер тоже. Ну, красавчик, красавчик. Рядом с ней. Там вообще весь актерский состав. Там, по-моему, и Аль Пачино снимается. И еще этот Лето там снимается. Лето-жара. Тот, который Джокера играл. В общем, давайте. Давайте вот к чему мы будем готовиться, что будем смотреть. Вот Хаоса в Гуччи. Дом Гуччи. Кстати, на трейлере прям написали. Победительница Оскара Леди Гага. Вообще, умничка, умничка, умничка ждем. И трейлер до сих пор вот стоит. Вот вышел несколько дней тому назад. А до сих пор по популярности он еще на 12 месте. Молодцы. Так. Вообще, кто-то скажет. Ой, какое счастье. Я вообще думал сделать отпуск до 1 сентября. Ребята, ну вы меня удивили. Удивили. Прошлый выпуск новостей. Вы смотрели. Новые люди пришли. И смотрите, какая вот заметная разница. Смотрите. Лайки. 100%. 281 лайк. По сравнению. Посмотрите. С предыдущими выпусками. И видео стало продвигать. Вы делаете. Вы делаете счастье этому каналу. Вы делаете позитив Твистеру. И с этим позитивом я прихожу и рассказываю вам новости. Так что вот прямо сейчас. Прямо сейчас. Вот в этот момент возьмите и поставьте лайк. Пускай. Пускай видюшки продвигаются. Пускай будет. Заряжается позитивом и энергией. И мы будем двигаться дальше и дальше. Ну, а также раз мы уже начали благодарить тут. Тех, кто поставил лайк под прошлым видео. Еще скажем спасибо всем тем, кто копеечкой подбрасывает. Особенно. Особенно. Это нашим хранителям уголка. Джеку, Ирине, Светлане, Александре, Борису, Вике, Мадам, Баттерфляй, Богдане, Юлия, Анне, Светлане, Наталье, Ламповым, Стражам. Риме, Алене, а также нашему мастеру Ключа, Кириллке. Все. Спасибо, ребятки, за то, что вот так вот поддерживаете канал. Потому что это имеет огромное значение. Итак, про Твистеру заплатили чеканные монеты. И сейчас поговорим про Ведьмаку заплатили чеканные монеты. Знаете, насколько тут у нас на канале мы все любим Ведьмака. А еще у нас, оказывается, добавилось в фанатской группе. Если вдруг я узнаю, что девушка Виталина смотрит мои обзорчики по Ведьмаку. Я вообще буду пищать от восторга. Умничка. Девушка получила две золотые, одну серебряную медаль. Можно только вот, вот тут можно даже остановиться в новости. Вот просто сказать, молодец. Я вообще слежу за Олимпийскими играми не так, что у меня телевизор работает. Я знаю, есть люди, вот они там дела делают, а на заднем плане телек работает. Но, если вдруг я куда-то там прихожу, вот вчера на обед пошел пиццу перекусить на обеде. И если где-то вот есть телевизор, я сажусь, смотрю там Олимпийские игры. Вечером всегда стараюсь пересмотреть самые интересные какие-то нарезки. Что произошло, кто где победил. Ой, там этот скандал был. Помните с этим, с трансгендером, который был мужчина, теперь стал женщина. И там все, что, ох, ну это ж не читерствали. И неужели в самом деле вот так вот мужики себе все повырезают, титки отрастят, потом пойдут и золотые медали у наших женщин поотбирают. Ну что за безобразие такое? Нет, ребята, выдохнули. Говорит, тетя трансгендер не смогла вытащить эту штангу, так что ничего не получила, успокойтесь. А столько, а столько шума-то было. Я вас умоляю. И потом нужно понимать, что да, структура, мышцы, там все дела. Мы говорили уже об этом в предыдущих выпусках о том, что нужно сделать отдельные Олимпийские игры. Раз на то пошло, как есть паралимпийские игры, может быть сделать вот такие вот для людей трансгендеров, такие вот построили поля, пусть там сами против себя там как-то соревнуются. Ну и потом я тоже рассказывал, что есть такой сериал, называется «Хорошая борьба». Если хотите, там есть эпизод, в котором затрагивается, как именно происходят отборы на Олимпийские игры, там по количеству гормонов и всего остального. Так что не переживай. Ну, Олимпиада, конечно, привносит много интересных моментиков. Но тут, кстати, тут даже видно у нее на шее медальончик, видно, ведьмацкий. Но вот об этом, конечно, потому что она, когда стреляла, она большая фанатка ведьмака. И вот то, что она носила, этот ведьмацкий медальон у себя на шее, это новость. Сколько девушек и сколько парней, сколько людей вообще получают золотые медали, получают там вот награды. Очень много, да, на данный момент. Но все говорят, про нее говорят и в России, про нее говорят и в Америке, про нее говорят и в Польше. Почему? Потому что вот этот ведьмацкий медальон, я вообще удивлен и благодарен, что никто там с этой Олимпийской комиссии не придрался, не сказал, о, ты придрался, не, 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 какой-то символ, потому что обычно же там какие-то политические жесты нельзя делать, это нельзя. А это, ну как бы, это же в принципе просто талисман, это даже не религия никакая. Я благодарен, что никто ничего не придрался, а сделали такой вот прикольный классный хайп. От Нетфликса я бы на месте на Нетфликса вообще взял бы, я отправил бы в подарочный какой-нибудь, этот, дивидиху какую-нибудь, подписанную с этим, Хенри Кавиллом. Пускай бы он ей просписался, сфотографировался и отправили бы в подарок. Потому что это тоже, какая замечательная рекламная акция перед выходом нового сезона, да. Олимпийских играх, там, Кока-Колу этот взял, подвину, Рональду Чектон там, убрал с экрана, и там акции начали падать, инфлуенсеры, елки-палки. Вот сейчас, если вдруг кто про Ведьмака не слышал, сейчас там про Ведьмака еще больше людей услышали. Может, кто-то заинтересовался. Ну, в общем, умничка. Умничка вообще за то, что она, это я говорю, не потому что умничка за то, что она метко стрелять умеет. Вообще, конечно, лучше всего с женщинами, которые метко стреляют, не спорить. У меня вот доча поехала в отпуск и поехала, там на стрельбище ходила. Она там присылает мне фотографии. Пацаны стреляют, все мимо, в волоко, туда-сюда. А это раз, бух, одну бутылку сбила, вторую бутылку сбила. Ну, это она у нас в бабушку пошла. У нас бабушка тоже там на снайперские эти ездила, выступления. Ну, в общем, короче говоря, мы теперь между собой Линку, это, Черная Вдова зовем. Так что с девушками, которые метко стреляют из пистолетов, лучше не спорить. Между прочим, ребята, я совершенно не против оружия. Я не знаю, если вдруг кто-то как-то когда-то подумал, что я против оружия. Нет, я сам лично пистолет не буду держать. Я, по-моему, об этом рассказывал в выпуске, в обзоре про пацаны. Там был момент, когда мужик решил себя героем почувствовать. Доставал пистолет из багажника, а при этом еще и поплатился. Его не стало. Лично я за оружие никогда не потянусь, потому что я верю в другие способы разрешения. Но у нас в семье, в доме, там, особенно у Стивена дома, там, целый шкаф с ружьями стоит. И у меня совершенно нет никаких проблем. Если кто-то хочет учиться, там, стрелять, все, просто лично, это не мое. Все, у меня пистолет нет, но я никогда не пойду там с транспарантами кричать. О, запретите пистолет, и я демократ, но я не против личного оружия, я никогда не против. Ну, в общем, все, про девушку золото классно. Она вернулась домой, ее встретили, вообще такая милота. Хор пел, вот, че, вот, этому ведьмаку заплатите чеканной монетой. Красота, красота. Я, у меня лыба до ушей, насколько вот приятно. Вот, люблю обсуждать приятные новости, люблю обсуждать. И даже, даже эти дизайнеры игры, ведьмак, специальную фоточку выставили, еще написали. Сталь для людей, это, серебро для монстров, а золото для Виталины. Умничка, умничка, красавица, молодец. И ребята, вот, вот, правильно сделали, очень хорошо. Вот в такие моменты, знаете, вот, смотрю, у меня слезы на глаза наворачиваются в приятном смысле. Вроде бы разные страны, там, Польша, то, сё. Но есть, когда, вот, фанат фаната видит издалека. Вот есть поддержка, вот это вот, комрад. Когда, знаете, такое вот выражение есть, комрадщик, поддержка, вот, взаимовыручка. Вот, какой-то вот такой командный дух. Вот нравится мне такое, вот нравится. Но не все новости, конечно, с Олимпиады приходят позитивные. Хотел, хотел отчасти пропустить, но об этом сейчас кричат из каждого утюга и каждого радиоприемника. Просто, как бы, не хочу сильно вдаваться в подробности, но вот озвучим. Кристина Тимановская. Там случился такой скандал. Скандал, не знаю, видели, вы не видели, буквально несколько недель тому назад Тараканыч там у себя начал наезжать на этих, на спортсменов, на тренера, говорит, что если вы собираетесь ехать на Олимпийские игры и просто вот только что покататься, если не будет никаких результатов, то, короче, будет вам тут веселая жизнь. Ну и там, короче говоря, все эти, что же, попересрали. Я вот смотрю на это, и у меня такие вот воспоминания о Совка, когда тоже там собирают этих спортсменов, не дай бог где-то проиграете, то вазелином не отмажетесь. Там страх был какой. Это чуть ли не позор всей нации. Одно дело поехать, победить. Нужно же понимать, что если в стране экономика хреновая, если нет нормальных вложений в спорт, в развитие культуры, развитие морального духа, то запугиванием никого не заставишь прыгать выше. Хотя, жить захочешь и не так расколячишься. Ну, в общем, что произошло? Девушка, атлетка выступала в одном забеге, у нее там не очень хорошо, она, кстати, выступила. Ее поставили выступать в следующем забеге, потому что те, кто должны были в том забеге выступать, они не смогли приехать, потому что там с кепочкой проблемы, они там не успели пройти какие-то тесты. И она узнала об этом вообще от посторонних людей, и она говорит, ну как это так, меня никто не предупредил, то все. И она поделилась об этом в инстаграме. Ну как, не дай бог же, кто-то каким-то образом бросает тень, а там же тренера уже и так все поперепуханные. А тут на весь интернет заявляют, что чудят без коней. Ну все, эти тренеры захотели ее посадить на самолет и быстренько отправить домой, чтобы она там больше ничего никому не ляпнула, ничего не рассказала. А девушка раз сообщила, быстренько опять на телефон записала, что так и так меня насильно сажают на самолет, хотят вывезти домой. И попросила убежище, но тут больше вот этот вот, мне так понравилось. Я смотрю и думаю, неужели, неужели есть люди, которые могут вот это вот смотреть и принимать это за чистую монету. И ребят, такое есть и у нас, есть такие каналы, вот в каждой стране есть такие каналы, в которые сидят и вешают лапшу людям на уши, используют такие вот жаргонные словечки. Вот этот дядя без мыла целует в попу товарища Тарканыча, вот просто вот это капец какой-то, надо дисклеймер поставить. Но это караул какой-то, он настолько раболепствует перед ним, что я думаю, блин, ну как? А даже, даже, если бы это была какая-то свободная страна и не было запугиваний, нормальный человек никогда не будет высказываться так, как высказывался он. Он позволял себе такие реплики вот в этом новостном выступлении. Если вам интересно, вот название здесь есть, можете пойти погуглить. И он, испанский стыд, и решилась пропиариться, и то-то-то, и вот прям такое, как будто бы ядом брызжет из телевизора. Мне аж противно стало, думаю, вот это ты, дядя, даешь, как ты можешь на себя потом в зеркало смотреть? Как ты живешь вообще со своей совестью? Хотя говоря про свою совесть, я посмотрел выпуск «Новый в Дудя». Смотрели, не смотрели? Еще продажный к нам это. Блин, так хочется сказать, знаю, что у него неплохое, а так хочется вырваться слово. Вот это, которое про презерватив, гордон, твою мать! Вот, и, короче говоря, ой, тоже, ну как уж на сковородке под вилами. И туда, и сюда, и туда, и сюда. И, 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 главное, такие, такие глазки делает за как... Не знаю, не слышу. О преследованиях к журналах? Нет, не знаю, никогда не слышала о таком. Шо я? Кто? ВВ Путин? Да он вообще круче, чем... Наравне с царями. Давно уже пора провозгласить. Я вообще удивляюсь, как у него там в этом... Иконопис не стоит с Путиным, он ему свечки не ставит. Я, я не понимаю, как люди могут... Я прекрасно понимаю, что можно уважать каких-то политиков. Я прекрасно понимаю, что можно... Допустим, а, да, вот это, конечно, мужик там с причиндалами смог поступить так-то и так-то. Но я не понимаю, когда есть вот это залезание без мыла в одно место и вот прям... Ну, шо, прогиб засчитан. Ну, как у этого, так у товарища Гордона. Ну, тем не менее, Кристина Тимановская попросила убежище, сейчас вот прибыла в Варшаву. Посмотрим, посмотрим, чем это дело закончится. Одни говорят, что просто девушке захотелось... Она воспользовалась ситуацией и вырвалась из Беларуси. Если создается в стране такая обстановка, что оттуда хочется текать, то это проблема не спортсменов, а проблема страны. По крайней мере, это вот такое мое имхо-мнение по этому вопросу. Люди от хорошей жизни никогда никуда убегать не будут. Кстати, про перебежки, там Валерка бросил новости, так особо вот, чтобы не дряться. И о том, что вот тоже... Я уважаю некоторых наших политических деятелей, но за некоторые моменты я тоже по головке не поглажу и говорю, я вот это не принимаю, вот это не принимаю. У нас сейчас вот в Нью-Йорке был к Вому. Я о нем положительно высказывался, потому что, когда вот первая волна кепочки началась, он для Нью-Йорка сделал довольно-таки очень много. Он смог там поставить, наладить все, разработать. Он смог там с высшим правительством поругаться, надавить, где надо там кровати поставить, где надо в этих там раздвинуть, чтобы можно было где-то кого подключить на аппараты. Вот он проявил себя с хорошей стороны. Но сейчас вышел на поверхность скандал, что 11 девушек подало на него жалобы в непристойном поведении. И все. И сейчас даже те же самые демократы говорят, товарищ, все, уходи, либо тебе будет импичмент. Лучше уйди по-хорошему. И там явные доказательства. Да, он сейчас уже понял, что ему деваться в принципе некуда. Он ничего не делал. Да, я никого не трогал, я неправильно. Вы меня неправильно поняли. То-се, то-се. И это на меня политические нападки. Ну какие политические нападки, дружище? Не надо, не надо прикрываться, потому что в основном все девушки, в основном из демократической партии. И это на руку демократическая партия сейчас тоже не играет. Потом тоже у нас сейчас большая проблема на границе. Лезут и лезут незаконные эмигранты. Лезут детей через заборы, перебрасывают. Не знаю, вот как можно так взять. Понятное дело, они хотят ребенку лучшей жизни. Но вот это бросать его через забор, упадет, не разобьется, будет хорошая жизнь. Ну разобьется, но тут бы ему лучше бы не было. Я вот этого не понимаю вообще. Автобус у нас разбился. Вот буквально позавчера 22 человека натолкалось в маленький автобус. Знаете, как есть вот эти клоунские машинки, что едут и там открывается дверь, и 25 клоунов из одного запорожца вылезают. Конечно, я помню, у нас тоже под селом было такое, что мужики за этим делом ездили там. Руки, ноги с разных сторон торчат, бутылки изменят и едут в соседнее село на дискотеку. Ну, а тут же через границу перебираются. Кто, как, доедут, не доедут. И тоже, понятное дело, что мы все, большинство из вас смотрели, тоже сериал про служанку. Понятное дело, вот что было бы, если бы в сериале на канадской границе стояли с пулеметами, и женщины пытаются бежать, и кто-то, кто-то, кто-то. Тоже бы неправильно было. В Канаде принимали всех, пускай там тоже был кризис. Ну, и тут у нас тоже сейчас. В каких странах нет этого кризиса? Ну, вот что-то делать надо. Сейчас вот, по крайней мере, начали автобусами теперь их депортировать. Автобусами, самолетами высылают обратно. Больше, больше нужно высылать для того, чтобы... С одной стороны, людей жалко. Они тоже не от хорошей жизни бегут в Америку. Ну, можно заполнять бумаги, заполнять и просить беженства, заполнять, предоставлять доказательства. А там же есть те, которым просто хочется хорошей жизни. Они там все побросали, попродавали, заплатили этим перевозчикам, и те их через границу нелегально перевозят. Но если вот таких вот фраеров собирать и отправлять обратно, чтобы они там вообще без денег, без ничего остались, то другие подумали, а стоит ли мне вообще тут все продавать? Может, мне продолжать кушать свою кукурузу здесь, нежели чем вообще остаться без ничего, где-то там на границе? Тяжело это все, тяжело, и вот не хочется, не хочется. Вот присылайте мне какие-нибудь околомедийные новости. Давайте о хорошем. О хорошем говорят, Максим отключили от вот этого дыхательного аппарата, он начал отдыхать самостоятельно. Все еще подпитка, но уже кое-что начинает кушать по чуть-чуть сама. По видеосвязи со своими родными пообщалась. И тут вот смотрите, мне так не понравилось. Кто-то сказал, вот она теперь из этого сделает себе монетизацию. Пускай, пускай сделает монетизацию, пускай затягает ее по всем телевизионным передачам, пускай там к Малахову, ко всем. Я прекрасно понимаю, сейчас у нее легкие пострадали, она сейчас не сможет петь. Пускай, пускай ездит, делает потом, как только сможет, делает концерты под фонограмму. Пускай, пускай она уже никогда не сможет петь вот по-настоящему, целиком. Не, я ей желаю, конечно, полностью восстановиться. Но пускай ездит на концерты и поет под фонограмму, потому что она стала вот этим вот символом надежды, люди просто везде, невзирая на какие-то конфессии, злые, злюки, не злюки. Все ждали и верили во что-то доброе. Вот все хотели вот ей добра. Да, было у нее свое время, она там чудила с конями, не по-настоящему. А вот то, что там были у нее провалы, ну кто мы такие, чтобы судить людей? И то, что она проходила через эту болезнь, люди за нее переживали, несмотря ни на что. Все потому что слышали ее песни, потому что всем ее песни нравятся, все песни ее любят. И пускай, пускай ходит по передачам и рассказывает, пускай это будет вот этот вот знак, чтобы люди понимали, те, кто не верят до конца еще, что это все на самом деле. Все те, кто еще думает, а может это какой-то мировой заговор. Да посмотрите вы на девушку, больше месяца провалялась под дыхательным аппаратом. Ну, ну, какой, какой-то, простите, хайп, вы че? Пускай, 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 дай ей бог здоровья. Если она даже не сможет петь по-настоящему, пускай я, если бы у меня была возможность, я бы на ее концерт пошел, даже два раза пошел бы, вот просто, чтобы поддержать ее. Желаю, желаю ей удачи. Красавица, умница, пускай восстанавливается, пускай восстанавливается. Вот, вообще, конечно, я уверен, что будут разные там передачи у Малахова, будут эти, интервью о ее впечатлениях, вот где она там, как, как она через это все проходила. Пускай, пускай, пускай люди слышат. Вот, я не знаю, я, может быть, разочаруюсь в своих словах, если там сейчас начнутся у нее, что там есть некоторые духовные наставники, которые там наставляют ее. Посмотрим, в каком ключе будет это все дело проявляться. Но на данный момент я желаю, пускай, пускай, девушка чуть не умерла, пускай. Хочу ее видеть, хочу ее видеть, хочу ее слышать, пускай. Вот, кого не хочу не видеть, не слышать уже, ни одного, ни другого, надоели. И новости тоже, мне так нравится, как их преподносят. Джонни Депп выиграл суд, и прям все, а все теперь. Такое впечатление, как будто Джонни Деппу и все, и роли все повернули, и все прям признали, и все на коленях упали и плачут. Ребята, там суд такой, вообще плевовский, заголовки только, честное слово. Там все дело в том, что во время развода, это его бывшая аквадевка, сказала, что мне вот твои деньги, то все, я на благотворительность в госпиталь отдам, все дела. А он притащил ее, сказал, она вот, она типа воспользовалась этим, и подняла в свое время хайп на этом, и у людей сердце прилегло больше к ней, он как бы давит на это, что типа она решила сделать благородный поступок, а на самом деле деньги получила, ни в какой госпиталь никуда их не переводила. И суд обязал предоставить документы о переводе денег. Ну, и что? Ну, предоставит, может скажет, ой, забыла, ой, там кепочка, ой, там где-то во время, где-то там междубанковские переводы затеряли, сейчас быстренько раз-два все почистят, и там придумают, найдут способ, что где-то деньги просто в процессе перевода, и все. Я вас умоляю. Не такая уж эта большая победа, это больше вот такое моральное удовлетворение, может быть, у Деппа по этому поводу есть, есть, но ролей ему это не вернет, испорченного имиджа не вернет, не важно, вот честно, вот здесь не важно, кто кого мутузил, кто кого это, там оба два таких пренеприятнейших персонажа, вот надоели оба, шо она, шо он, и я, единственное, что мне не нравится, почему он лишился всех ролей, а у нее все роли остались, вот этого я не понимаю. До тех пор, если нет доказательства одного или другого, то нужно было наказать обоих, вот и все, с фильмами и со всеми остальными делами. Ладно, все, на этом у меня все новости, жду еще новостей у вас в комментариях, пожалуйста, еще раз повторюсь, давайте какие-то околомедийные, нежесткач, какие-нибудь хорошие новости, о которых было бы приятно сесть за чашкой чая поговорить. Все, ребята, жду хорошее количество лайков, ваши лайки, это как суперсила, зарядите этот кристалл своей лайковской энергией. Все, на этом мой обзор, разбор дозор окончен, всего хорошего, пока.